О, привет! Заходи! Только сначала вытри ноги и подпишись на канал. Проходи. Как преодолеть мучную зависимость? Почему я говорю именно о мучной зависимости, то есть о гипертрофированной любви к всякого рода выпечке, потому что эта зависимость встречается слишком часто. Я консультирую людей по вопросам питания и могу сказать, что в процентах 70 люди, которые имеют лишний вес, они все признаются в том, что, почти все признаются в том, что имеют неудержимую страсть к мучным изделиям и не могут ничего с этим поделать, не могут остановиться, не хватает, так сказать, силы боли, чтобы это прекратить. Хотя умом они понимают, что чем больше они употребляют пищу мучных изделий, тем активнее растет их вес. Так вот, как же побороть эту самую мучную зависимость, чтобы перестать быть рабом выпечки? На самом деле причин несколько. И говорить сразу обо всех в одном видео, это слишком растягивать видео и занимать ваше время. Поэтому я остановлюсь сегодня на двух наиболее часто встречающихся причинах. Остальные мы разберем как-нибудь позже. И эти две причины, они связаны вот с чем. Первая причина, возможно, она встречается не так уж часто, потому что она связана с переходом на вегетарианство или веганство. Очень часто люди, которые вдруг в один день решили перейти на новый тип питания без мясного, без животного белка, стать веганом или вегетарианцем, они делают это очень резко. Они делают это слишком резко. Они делают это практически в один день, отказываются от мяса. И в итоге, спустя какое-то время, когда у них заканчиваются запасы витаминов, они вдруг начинают чувствовать неудержимый порыв съесть чего-то плотного. Если бы они не были вегетарианцами или веганами, они бы, конечно, съели что-то мясное, какой-то животный белок. Этим бы они восполнили тот самый дефицит, и проблема была бы решена. Но поскольку человек позиционирует себя как веган или вегетарианец, он не имеет права употреблять пищу, мясо и продукты животного происхождения, и тогда веган или вегетарианец начинает отрываться по выпечке, успокаивая себя тем, что выпечка не относится к продуктам животного происхождения. Да, это так. Но на самом деле, когда человек начинает злоупотреблять выпечкой, она приносит зло не меньше, чем употребление мяса. Все, что употребляется нами в гипертрофированном варианте, не имеет никакой пользы. Почему у человека тянет именно на выпечку? Потому что это самый быстрый продукт, самый подходящий продукт, который может быстро насытить. А поскольку, как я уже сказала, клетки испытывают голод в отсутствии животного белка, то мучное – это как раз то, что очень быстро купирует этот голод. Если вы сейчас подумали, что я выступаю против веганства или вегетарианства, то это совершенно не так. Я приветствую эти стремления в питании людей, но подходить к этому нужно постепенно. Нужно готовить свой организм к тому, чтобы он получал все необходимые питательные вещества без мяса, без продуктов животного происхождения. Как это делать? Как себя готовить? Эта тема вообще очень большая. Это, в общем-то, решается на индивидуальных консультациях. Поэтому, если кто-то решил посвятить свою жизнь веганству или вегетарианству, пожалуйста, приходите ко мне на консультации, я расскажу, как грамотно, как правильно это сделать, не навредив себе и не принеся в жертву таким благородным течением, как веганство и вегетарианство, свое здоровье. И теперь вторая причина, по которой люди зависают на булочках. Это, как ни банально, это очень часто сегодня звучит, это грязный кишечник и это нездоровая микрофлора кишечника. Ну, в общем-то, эти вещи, они связаны. То есть если мы имеем грязный кишечник, то здоровой микрофлоры там очень-очень мало. И, соответственно, наоборот, в грязном кишечнике присутствует сплошь патогенная микрофлора. Так вот, суть этой второй причины заключается в следующем. Когда у нас грязный кишечник, когда там царствует патогенная микрофлора, стенки кишечника покрываются патогенной слизью. Не той слизью, которая является естественной для организма и покрывает слизистые оболочки, а слизь иного порядка, которая образуется от недопереваренных частичек пищи. От той пищи, которая задерживается на стеночках кишечника и не выводится вовремя с каловыми массами. Постепенно этот слой слизи становится все толще и толще, там развивается патогенная бактериальная среда. И стенки кишечника становятся очень трудно проницаемыми для того, чтобы питательные вещества проникли в кровь через стенки кишечника. Если качественного питания не происходит, опять-таки наступает клеточный голод, то есть мы опять возвращаемся к той самой исходной причине. Если имеет место клеточный голод, организм требует того, что может быстро его насытить, а именно быстрых углеводов, а именно выпечки. Ну и потом выпечка – это вкусно, это ублажает рецепторы, это очень часто связано с какими-то приятными воспоминаниями. Поэтому привязка к мучным изделиям, она очень-очень сильная. Но преодолеть это можно. И нужно это преодолевать, иначе нам не выбраться из нездорового состояния, иначе нам не выбраться из лишнего веса. Именно поэтому я придумала свой марафон, который я назвала «Булкомбой». На этом марафоне я приглашаю на него всех, кто имеет пищевые зависимости, связанные в первую очередь с мучным и сладким. Тех, кто имеет лишний вес, тех, кто хочет нормализовать свое питание, избавиться от пагубной привычки и питаться совершенно нормальным образом, и не испытывать проблемы с лишним весом или какими-то недомоганиями. На этом марафоне мы будем разбирать причины зависимости. Мы будем изучать методы, с помощью которых можно эти причины ликвидировать. Мы будем отрабатывать эти методы на практике. И марафон позволит участникам обмениваться своим опытом, потому что будет работать общий чат. Каждый участник будет иметь доступ в свой личный кабинет, где в его распоряжении будут лекции, дополнительные материалы. К каждому уроку домашние задания. И проходить марафон можно будет в свободном режиме. Поскольку доступ к материалам марафона не лимитирован, вы имеете доступ всегда к своему личному кабинету. Поэтому проходить марафон можно будет в свободном режиме. Даже если вы плотно заняты работой или у вас какие-то еще очень важные срочные дела, вы можете немножечко отставать от группы. Но это ничего страшного, потому что все равно я домашние задания буду проявлять индивидуально. И вы всегда сможете получать ответы на все ваши вопросы. Вы всегда сможете присоединяться к общей беседе в чате. И те вебинары, лекции, которые будут проходить в прямом эфире, они будут сохраняться в записи в личный кабинет. Поэтому даже если вы не сможете принимать участие в онлайн-мероприятиях нашего марафона, вы всегда сможете их пересматривать бесконечное количество раз в вашем личном кабинете. Ссылочка на страницу презентации марафона внизу в описании к видео. Пока, до встречи и посмотри еще вот это видео. Увидимся!